Зима начинается у нас естественно внезапно, внезапно было тепло и вот минус 20, это уже нормы. И минус в семейном бюджете, это зимняя резина и срочная замена масла. Хотя вот с маслом-то можно и сэкономить, сэкономить не на качестве, заметьте, а на цене. И хронический идиотизм России налицо. Пара-тройка раскрученных брендов и человек уже заранее превращенный в барана идет по наитию. Реально сказки, рассказываемые в рекламе, таковыми и остаются. Таксисты, например, в таксопарке еще того союза, еще на том масле накатывали и под полмиллиона километров, регулярно его меняя и правильно, постоянно эксплуатируя автомобиль. То есть залог долгой жизни как человека, так и авто это регулярное питание, чистый воздух, отсутствие стрессов, ну и в общем-то и все. Сервис Феникс расположенный на Советской 70, что на территории Горгаза пришел к выводу, что лучше больше автомобилей здоровых, чем здорово плюхаться с капремонтами. Поэтому-то все процедуры-то здесь и недорогие, о чем свидетельствуют не только мои слова. Ну по красивому золотому украшению я смотрю, что дела идут хорошо. Ну да, хорошо дела идут у меня. Три машины, все здесь, в основном все жидкости заменяю здесь. Жалоб, претензий еще ни разу не было. То есть такого нет, что, допустим, кому-то обратился и попал внезапно, да? Такое случается. Где-то или болт открутили и сломали, и сразу замена масла из 100 рублей превращается в ремонт в полторы тысячи. Да, такое бывало раньше в сервисах. То что-то не докрутили, то это осталось. Но здесь вот сколько меняю уже, ну как они открылись с апреля месяца, как бы был один из первых клиентов их здесь. И вот и постоянно у них, ну почти каждый месяц я заезжаю на замену масла, так как пробег большой. Ну, вскрывали двигатель, клапаны регулируют, двигатели чистые, значит масло качественное. На чем ездим? На кастроли ездим, в очковое. И по деньгам, ну кастрол достаточно все-таки дорогое масло? Не, ну, постоянным они, клиентам делают хорошую скидку, так что я не жалуюсь. Замена масла тысяча рублей на Жигули выходит. Это полная синтетика? Да, синтетика. А если, допустим, ну, вот мы сейчас только что поменяли тормозную жидкость, жидкость в гидроусилителе, все здесь же меняем? Да, все здесь. Жидкость меняю, то что лето было жаркое, тормозуха хорошо вырабатывалась, кипела, бывало то, что температуры большие стояли. Жидкость поменял, чистенькая, все хорошее. Качественная жидкость, конечно, льем американскую, ихнюю, которая производителя, жалоб нет. А вот скажи, пожалуйста, как вот опытный водитель, у меня такое случалось, что, ну, достаточно долго эксплуатируя машину, вроде бы уровень тормозной жидкости остается, а педаль начинает проваливаться. Это в чем проблема? В тормозной жидкости? Ну, да, когда тормозную жидкость проверяют на влажность, когда в ней большая влажность, значит, уже ее менять пора прибором. Вот у людей было такое прибор, вот они мне проверили, ну, у меня сказали, да, желательно поменять. Я поменял, вообще все хорошо, педали хорошо, устойчиво, никаких провалов. Сейчас вот гололед был на летней резине, потихоньку притормаживаешь, нормально. Ну, такое случается, да, особенно на старой тормозной жидкости, когда гололед одно колесо схватило и полетел. Да, грязь, воздух попадает, все равно выработка манжетов, так что это, как говорится, износ, а на хорошем качестве износа меньше, это мы все знаем. Как ни странно, но количество желающих сесть за руль в Магнитогорске сокращаться как-то не собирается. Естественно, увеличивается пропорционально количество тех, кто понятия не имеет о устройстве автомобиля. Вот таких-то лохов часто разводят и на деньги, и немалые. Но ничего, просмотр автостопа – лучшая пилюля, стимулирующая мозговую деятельность. Так вот, если вы в машине не бум-бум, то сервис Феникс – ваш лучший друг и товарищ. Приехали сюда, сразу объяснят, что желательно поменять, внесут в базу данных и только смотрите на одометр. Раз в 8 тысяч – это обязательно, а лучше раз в тысячу для профилактики и проверки уровня сюда. Лишнего не возьмут, но вот о том, что и когда поменять, озаботятся. Казалось бы, отдыхать пора, ну и на стакан. А мы колеса переобуваем. С какой скоростью колеса переобуваем? Ну, машина, как правило, на минут 15-20 переобувается. Полностью переобувка, и все, поехали дальше. Полностью снять колеса, переобувать, отбалансировать и на машину назад поставить. Люди посмотрели на то, как вы работаете, стали открывать, ну, такие же вот, типа, комплексы и пытаться поиграть с ценой. Естественно, у того, у кого обороты миллионные, он может позволить себе. Мы что можем себе позволить? Можем себе позволить отличное масло. Масло, в принципе, у нас хорошего, плохого масла, как бы, в сервисе держать смысла никакого нет. Потому что человеку, если залить плохое масло, он же тут же приедет и, грубо говоря, предъявит, скажет, что залили плохое масло. Поэтому масла, которые у нас здесь есть, все отвечают требованиям хорошим. Вот те новинки, Петроканада, Эгип, что это за масло? Ну, масло, ну как, Леш, ты же сам в своей машине заливаешь Петроканада, сам посоветовал, как бы. Ну, масло довольно-таки качественное, а цена у него, я бы сказал, даже бюджетного варианта. Ну, допустим, машина на замену уходит масло, промывочное масло, масляный фильтр и работа в пределах 760 рублей. Это все полностью и машина поехала? Это все полностью. Приезжает машина, меняем масло, заливаем промывку, моем, меняем масляный фильтр. А в чем проблема? Я вот не понял. Доехал до Екатеринбурга, раньше доливал литр на тысячу километров. И даже АТФ-ку я залил, Петроканада, и доливать ничего не приходит. Вчера буквально я приехал на свой Мерсадесик к тебе, посмотрели, все нормально. Это что, такое хорошее масло? Ну, масло качественное, поэтому у него угар небольшой. Сколько мы его уже выливаем-то? Ну, скажем так, за месяц продали на 4 бочки. Это, по-моему, уже показатели таких брендов, как Shell и British Petroleum. Ну, да, как бы. Ну, масло качественное, поэтому его люди льют и не жалуются. Ну, а если брать, к примеру, вообще Look Oil, сколько это в деньгах получается? Ну, Look Oil в деньгах получается около 600 рублей замена. Ну, конечно, вот здесь места маловато, хотя тепло и уютно. Скажем честно, так тепло и уютно у вас никогда не было, даже в том месте, где вы прежде работали. Но 2 пункта, по-моему, маловато. Ну, сейчас мы открываем в декабре еще один пункт замены масла. Он будет находиться на вокзале. Ну, там сервис будет, конечно, на класс повыше, чем здесь. Но масла будут представлены тех же категорий. Поэтому, как бы, все будет хорошо, я думаю. А если я хочу все-таки, ну, вот, поездить на кастроли и так, чтобы заплатить за него 270 рублей за литр, такое возможно? Да, конечно, кастрол 270 рублей за литр – это нормальная цена. Конечно, мы помним тот самый любимый 2007-й. Машины брали, даже не задумываясь. В течение трех лет, ну, машин поубавилось. Но, тем не менее, люди проехали по 50-70 тысяч километров. А для автомата это уже немножко критично. Все-таки люди боятся. Все-таки едут на авторизированные сервисные центры. Смысл? Ну, в автомате масло меняется на специальном оборудовании, которое у нас, кстати, есть. Масла оригинальные, все есть в наличии. Поэтому масло в автомате меняется, ну, в течение 40 минут. Есть промывочное специальное масло для коробок автоматов. Поэтому меняем, здесь проблем. А тормозная жидкость, а антифриз? Вот эти такие мелочи, которые, казалось бы, на них внимания не обращаешь, но вот уже и подкипело, и бачок уже другого цвета стал. И педаль по-другому реагирует на нажатие. Это я имею в виду тормоз, да и сцепление в том числе. Ну, тормозную жидкость менять обязательно раз в три года нужно. Ну, или там 65 тысяч пробега. Тормозная жидкость меняется в течение 20 минут примерно. Меняем тоже все это на стенде. Льем тойотовскую оригинальную жидкость. Вот. С гидроусилителем. Также меняем гидроусилитель поменять. Тоже минут 10-15 времени занимает. Жидкости все есть в наличии. Тогда посчитаем все-таки. Гидроусилитель сколько поменять? Тормозной сколько поменять? В сцеплении сколько поменять? И в автомате сколько поменять? По деньгам. Ну, я имею в виду за работу, потому что, в принципе, количество заливаемой жидкости в тормозную систему – это, ну, максимум литр. В сцеплении – это, ну, 500 грамм. Ну, понятно, в автомат там до 12 литров. Это если, ну, по-неправильному. А по деньгам, по работе, сколько это стоит? Ну, вот, в частности, сегодня, допустим, заходил Nissan Qashqai. В автомате ему обошлось 4800 рублей поменять. Это с нашей трансмиссионной жидкостью. Работа и масло. Гидроусилитель 800 рублей. Тормозная жидкость 800. Ну, вот около 7000 у него вышло все ТО. Все ТО на следующие 50000? Да, совершенно верно. Итак, процедура экспресс-замены масел и рабочих жидкостей доступна вам каждый день до 7 часов вечера. Естественно, здесь же шиномонтаж. Естественно, в наличии все фильтры. Да, кстати, сильно просили телефончик указать для предварительной записи и консультации. Потому как в крайне редком случае кое-что из фильтров придется заказать. Да и толпиться смысла нет. Позвонили, определились, потратили на минут 40 и уехали довольными.